Итак, дорогие друзья, 20 побед подряд. 32-е, 12-е, почти 4-е тысячелетие. Дата рождения этого великого игрока. Третий разрядник, 1612, рейтинг Фиде. Фамилия 5, прочерков имя 3, прочерков имя 4. О, какой интересный дебют. Это подопечный, я понял, это подопечный Александр Конов. Просто Александр еще не успел во все свои секреты и тонкости его посвятить. Это сам Александр, я думаю. Михаил Боярский это будет, пускай у нас. Почему? Не знаю. Боярский уже Михаил зовут? Да. Все, все пока сходится. Так, ну у нас линия. Подтягиваем фигурки. Можно выбить. Что, у нас пешка и активность? Угу. Мы блистательны. Смотри, сейчас король пойдет просто туда. Его ничто не остановит. Кроме космена лаги. Там. Так, ну великолепная партия. Ты не очень технично сыграл, кстати. Че, приходится назад топить. Да. Ну как реализовывать лишнюю пешку? Камера надо же 7 вести просто. Это все надоигнорировал. А что потом? Ловный кот эпично отнимает у меня поля. Что-то магазин Маткс. Стоп. Так, ну да. Тебе нужно идти по чуть-чуть. Двигаться. Да, сейчас я очень жестко зафейнив. Че, это флагородство, что ли? Так, как здесь не проиграть теперь? Ну это выиграл. Ну давай. Так, ты хочешь съесть пешку, чтобы как минимум выступить еще в одной партии, да? Так, 21-я победа над Михаилом Барьярским. И мы преодолели психологический важный отметок. 2000 пунктов. Элло теперь в наших руках. Мы снова играем с третьяком. Третьяк дает нам фору. Большую фору. Настолько большую, что, пожалуй, придется... Да, прервать партию. И подождать нового соперника. Так, ну, уже есть соперник? Да, отлично. Соперника неплохой рейтинг, я должен заметить. Спанч Бобик. Ну ты даже ничего придумывать не буду. Не нужно. Ты замечаешь, что у него неплохой рейтинг? Я думаю, что это мне особо поможет. Не боюсь, что именно что поможет. Почему? Как бы тебе сказать, помягче. У нас симпатичные пешечки. Ты бы отворил его? Да. Мы можем отдать пару ладик, кстати. Мне кажется, работало, нет? Угу. Что это за ход? Перекрытие? Ну, напал, видите, так, шах. Перси 2, самый точный. А, нет. 2-фикс е5. Шах. Два ноля. Три ноля. Два ноля. Да нельзя окировать после шаха. Да, печаль. Ты что, король вегал, суда? Мне будет шах. Тормози. Какой шах? Боже. Так, 3-ноля. Ну, конь висит. Какие-то и ноля. Ну и что? Это вообще никакой не волнует. Коньев... А, коньев 3 не работает уже, к сожалению. Коньев 3 не работает уже, к сожалению. Все с темпом. Проходит уже? Вот так, неожиданный, помогу. Мало времени. Так, и начало подлагивать, да? Угу. Так, ну... В этой партии у нас... Две лишние пешки. А, конечно, не очень. А, уже три лишние пешки. И собачка ругается немножко. Игра на рубку флага. Три лишние пешки, ну и, собственно, победа. Ты был силен. Я даже не получил ни одного пункта, понимаешь, за эту партию? Но... Больше не буду с ним играть в шахмат. Почему? Потому что я не получил свои пункты. Ну ты прям расстроил все. Это знаешь, это... Знаешь, что... Вот, стоп, давай сейчас, не вызывай пока. Алло. Ну да, да, не вызывай. Знаешь, что, ну, ты играешь в какую-нибудь игру там, там, в Сегу или в Дензи, и в конце обязательно босс. Вот это был босс, чтобы перейти на новый уровень. А какой будет следующий босс? Три с половиной? Не знаю. Ну, они там не особо отличаются. То есть, где 700, где 800. Может, 3000. Всегда бывает какой-то босс, которого пройти тяжело. Ну, невозможно. Это вот мы пойдем на Ческом, там будет на Каморо, и там ты загнешься. Да. А пока я играю в третьей ком. В босса достаточно пройти один раз. Каморо-то один раз можно обыграть. Ты представляешь, сколько нужно попытаться? А раз, и вон, босс. Я играл в пулю, прорегал 23. Гений. Вообще-то не очень. Так, ты слона видишь на 6? Конча 4 хочу. Матильда Ивановна. Что я несу. Да. О, это мини-босс. Но он не согласился. А ну, ты что, ты не смеял? Не босс убежал в страхе. Нереально вот так вот посмотреть на рейтинг, там 25 побед уже, знаешь, сколько там. Алло. Да, мы хороши. Евгений. Евгений обыгрывал 100 подряд. Правда, в основном люди были послабее. И у него там была гарантия, что босс не попадется. Да. Но тем не менее. Ну, он выставил формулу между 1700 и 1800. Играл. 100 партий подряд, 100 побед. Конечно, на DHS еще в хорошем плане, что там есть прямов. И еще там не теряется 7 секунд после первого хода. Или 5. Ты просто 4 из них. О, опять босс. Опять босс. А он видишь, что он специально подождал, пока у тебя время будет изнаково. Наверное. Он же босс. Мои предбосы. Боссы всегда благородны. Ну, нет, вообще все. У нас безнадежно. Не знаю. Поэтому у ФРСБ3 меня в версии. Моим этот босс окажется непроходим. В этот раз. Так нечестно. Боссу достаточно пройти один раз. Что за ерунда? Так, что, мы без пешки, что ли? Да. И позиция невыдающаяся. И уже без двух. Но позиция все равно невыдающаяся. Позиция, да. Как была невыдающаяся, так и остается. Ни в коем случае не менять ФРСБ3. ФРСБ3. Он все-таки обратил внимание. Международный мастер Писторов соизволил обратить внимание на то, что висит ФРСБ3. Смог вот это 2 пойти, партия сразу закончилась. Ну и тут хорошего очень мало. У нас слишком активный слон, а у меня слишком. Напасно все. Тут пока держишься. А уже ладей еще пошли. Я на счет за счет за счет лага. На счет за счет лага перешло плеч. Так, наоборот, тебе помощь в компенсации. Нет. Так это не я лагаю. А, это он лагает? Нет, это ты лагаешь, это у тебя компенсация идет. Я лагаю. Да. Слушай, ну разноцвет ничейный. Наверное. Ну и что? Что он здесь хочет доказать? Что это выкроет? Он может и доказать сейчас. Он точно докажет, что все, ты же говорил, лаги тут почему-то ему помогают. Да, 2 секунды это очень мало. Все закончилось у нас. Да, но мы не потеряли рейтинг. Так что я думаю, это победа, поражение можно не засчитывать. Согласись? Да, это как раз последняя партия в этом ролике. Так, живем на паузу.